Видеоролик, где он костерит западных журналистов и политиков, которые заставляют распахивать двери для беженцев, но при этом не называют настоящей причиной этого чудовищного столпотворения, заставил задуматься многих. Никто не говорит в наших проклятых богом паршивых СМИ, в наших завравшихся СМИ, в этих поганых государственных прихвостнях, что во всех этих бедах пената Америка и американская внешняя политика. И вот на днях этот скандальный правдоруб решил полететь в Москву, которую остервенело продолжают ругать в его родной Германии, чтобы с помощью нашего репортера Андрея Суханова попытаться добраться до еще одной правды. Неужели с российскими политиками действительно легче воевать, чем искать общий язык, несмотря на трудности перевода? Он прилетит в Москву вечерним рейсом и прямо из аэропорта отправится в центр, навстречу без галстука, с первым лицом. Наконец-то я куплю футболку с портретом Путина. И эту кружку с медведем тоже возьму. Политический шоппинг отнюдь не главная цель его официального визита. Рассерженный немец в коридорах российской власти с миссией народной дипломатии. Хэр Шаттауэр хочет донести до наших парламентариев очень важную информацию о том, что в самом сердце Евросоюза уже давно существует настоящая фронта. Депутат Евгений Федоров первым услышит этот голос Германии. Я маленький человек, но хочу сделать шаг, на который не способно мое трусливое правительство. Протянуть вам руку дружбы. Поймите, немецкий народ тошнит от американского протектората. Мы не хотим быть карманными овчарками Белого дома. Абсолютно поддерживаю вас, понятна ваша позиция. Вообще, коренное желание любого народа освободиться от внешнего управления. А вот депутат Дегтярев. Его встреча с горячим немцем, напротив, чуть не обернулась международным скандалом. This is my boss, мистер Жириновский. Жириновский. У нас в Германии его называют националистом, экстремистом и чуть ли не фашистом. Но и здесь победит дружба, за что отдельное спасибо Соединенным Штатам. Зачем ядерные бомбы американские в Германии? Это же ужасно. Размещают бомбы. Я и еще десятки тысяч людей. Мы выйдем на улицы с протестом против штатовских военных баз. Это важно. Наш человек. Я считаю, что ОВЭ может открыть ячейку ЛДПР в Германии. Вслед за либерал-демократами допрос немцу устроят коммунисты. А что же вы мне запрещаете приехать в Германию, например? Снова могу сказать, что мне очень стыдно. Очень стыдно за наше правительство. Охлаждать пыл Хэра Шатаура придется депутату Туманову. Песня «Хлеб да думские сосиски». Сосиска – это мост дружбы между народами. И вот спустя каких-то пару часов, прогуливаясь мимо московского Кремля, его осенит гениальная мысль. Я решил написать письмо Владимиру Путину и попросить у него гражданства. То есть вы всерьез хотите получить российский паспорт? Да, я готов. И, наверное, к этой просьбе стоит прислушаться, ведь у себя на родине в Германии он не просто политический активист, критикующий власть и систему, а настоящий кумир молодежи, популярный рэпер по кличке Бунтарь. А вот кумир российских тинейджеров – столичный Дина МС-47. Этим вечером они сойдутся, чтобы замахнуться на новый сингл. Песня с рефреном о глобальной геополитике, дружбе народов и надежде на ветер перемен. Андрей Суханов, Ольга Яковлева, Карина Мухудинова и Николай Саватеев. Центральное телевидение.